всем welcome это снова я на этот раз я нахожусь около вот такого вот интересного магазина сегодня решил рассказать что же я все-таки кушаю здесь как почем я покупает ну и какой рацион вообще в принципе может иметь студент то имеет допустим небольшое как бы сосредство на это на проживание или же например имеет хоть какую-то работу типа байта то вот один из самых известных в японии среди студентов магазин мы его назовем то как там кто зеленый его за это кто его там зовет гема супа то есть но он переводится как саке и гема суп супа то есть это алкогольный и рабочий магазин вроде как так называется то есть принципе если вы находитесь в токио и вы нашли такой магазин то вам повезло что но в токио не частенько частенько встречается достаточно даже в центре города я вот жил когда на шинокоба там тоже были эти магазины вот но здесь например день за за городом или где-нибудь например вот в канагаве я сейчас живу то есть от тут таких магазинов гораздо больше потому что но здесь комбине они как бы есть но их достаточно мало и в них мало чего купишь а вот так чтобы овощи там еще что-то там такие крупных супермаркетов гораздо больше чем в токио и так значит какие плюсы в нем то есть если есть магазины закрытого типа вот например как просто вот в здании там при на первом этаже такие вот то в них особого овощей не встретите если же вот такого то от ну как сказать супермаркет открытого типа скажем так не в здании а сам по себе то вот рядом с ним обычно вот еще стоят овощи то есть и в принципе цены достаточно как бы приемлемы если вы только только приехали у вас мало денег я вам рекомендую закупаться именно в таких магазинах так ну например да сейчас я возьму корзинку вот мы пойдем прям по порядку сейчас вот смотрите вот морковь 78 иен чуть повыше тут пять штук 98 я это очень дешево в обычном супермаркете где-нибудь в этом комбине да там две штуки за 100 с лишним я продается здесь вот эти за 78 3 то есть вот такой вот выбрали можно морковь но те кто вот привык есть картошку вам тоже вот повезло здесь очень много картошки продается очень много морд это не все как бывает еще вот 2 вот по полка занята и достаточно приемлемая цена всего 105 я то есть вот смотрите это вот верхние то без налога нижняя с аналогом то есть цена соответственно так вот выходит то есть лук тоже я в принципе тоже все купил мне особо не надо то есть как бы обычный рацион какой ну например картошку можно сварить или пожарить за это пример вот парочка таких вот пакетов примерно 210 ен будет лук там вот такой один пакет хватит например здесь за 105 иен можно салат себе сделать если там вы любите салаты типа там летний там помидоры огурцы перец вот перец 170 правда он здесь немного дороговато огурцы 213 ен там и пришли по моему да и но это они что-то подорожали обычно вот они с желтым ценником около 150 листа до 130 стоит где-то так и помидоры помидоры здесь тоже сейчас что-то так и они стоят примерно до 250 ен за большую тарелку там около 6 или 7 помидоров то есть это так уходит что дальше пойдет авокадо вот всякие там яблоки очень любит бананы бананы вот уже дешевые 100 ен упаковка из там 3-5 бананов там то есть какой-то сливы сливы персики арбузы уже сами смотрите вот я уже говорил вот эти вот грибы вот за 140 ен до 150 до подходит для жарки хорошо майонез вот самый дешевый тоже майонез вот такой килограмм майонеза 320 ен я беру обычно для салатов и вот кетчуп вот здесь лучше брать большой килограммовый кетчуп 190 ен принципе нормально правда он не острый ничего там обычно кетчуп вот для любителей кимчи пожалуйста от кимчи 170 ен и даже вот 160 вот это стандартная справа слева она там большими кусками кимчи ну если вы не любите замороженный курицу пожалуйста вот не мороженое правда она стоит немного подороже видите до 1100 1500 1000 так что можно есть еще с картошкой вы например скажете да вот если взяли картошку пожарить например да там ну естественно с ней можно взять к ней курицу я бы рекомендовал брать вот курицу я беру обычно вот такую 2 кило за сколько там 800 660 ян 860 ян 2 кило замороженной курицы все норм без костей этого как его никаких там вот в мороженого воды внутри льда нету все чисто то есть как бы размораживается практически с минимальным количеством воды чем даже неплохо так как курица это ножки ножки без костей этот верхняя часть ножки далее что еще вот можете взять вот сардины они же как бы шпроты сардины вот вот здесь вот шпроты для бутеров например очень даже неплохо или же для макароны макарона вот покупаете там за стоян полкило и вот такой вот баночку или две баночки шпрот сардин точнее за стоян соответственно вот пожалуйста вам один раз поесть будет 200 и все уходи макароны вот пожалуйста я покажу здесь 90 йен за полкило их хватит на 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 неделю точно хватит ну или там если не каждый день есть один раз варить пол пачки где-то уходит порядка где-то на то есть на неделе соответственно это где-то пачка уйдет за четыре дня 90 йен очень дождешь далее что еще хорошо вот соуса код вот 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 этот вот пицца соус вот тоже вкусно достаточно вкуснее чем кетчуп и так же если вы любите поострее то вот рекомендую вот такой вот 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 спайси спайси чили соус очень вкусная штука стоит недорого 250 йен там за килограмм почти ну 800 грамм тоже очень вкусный такой как кетчуп но немного поострее такой соус чили соответственно если вы например любите там диету или какие-то там йогурты скажем так с фруктами то вот пожалуйста как я говорю этот самый дешевый йогурт вот он 140 и он стоит можете взять вот чуть правее вот такой вот за 96 тоже хорошая штука я обычно в нем это самое мариную мясо в таком он без без этого без как и сахара без соли не кисло ничего такой но в нем как это что как в молоке то есть можно мариновать то есть фактически как майонезе некоторым марином но мы продолжаем хотите то есть вот колбасу взять например ветчина вот если недорого стоит сейчас скидка видимо на нее 477 я до этого она стоила дороже даже глянуть чтобы вас не было такого ощущения что у вас тут на на эту самую может быть там она стоила дороже вот не дороже точнее вот пожалуйста эти 495 скидка невысокая где-то 20 с небольшим йен но все-таки хотя бы так но я обычно беру вот сосиски даже здесь килограмм сосисок да за 500 йен пожалуйста там с макаронами с картошкой с чем угодно там подойдут хорошо вот такие сосиски там они курино-свиные то есть если их любите поострее вот можете взять такие сосиски вот вот этот знак этот знак означает что это острое если вы там например магазин зашли не знаете как это определить что острый что нет вот знать либо если вы любите там куриные такие вот рульки вот пожалуйста куриные эти типа нарезка такой копченая немного курица такая тоже но она немного подороже там считает 1000 йен практически за килограмм масло вот масло без обычное чистое масло оно дорогое здесь без соли стоит 470 йен 400 а сколько даже на 400 200 грамм дорого сыр плавленый вот рекомендую такой вкусный достаточно сыр вот если любите для сэндвичи то вот типа такого с нарезка тоже беру постоянно то есть для сэндвич очень даже подойдет за 300 йен 300 грамм 20 кусков то соусы какие-нибудь для пасты например кто любит макароны спагетти вот пожалуйста здесь продаются также соусы разные например вот томатный соус так далее можете взять если вы любите например консервы вот рекомендую вам пробовать что-нибудь из таких вот вот неплохие это как тунец до примеру сладкий или соленый неважно тут сама тоже неплохая вот рыба уже 100 йен за консерву в принципе на один раз покушать вам платит кукурузу вот пожалуйста вот такая вот баночка кукурузу тоже 80 йен стоит огурцы маринованные 170 но это если там для сэндвичи там что-нибудь любите экспериментировать сахар вот что вам найти вот сахар выглядит вот так вот ткань же такие вот сато запоминайте потом если что то есть как бы в магазине вы когда придете можете найти спокойный соль выглядит по-другому вы там любитель мороженого но тут в общем на выбор офигенный то есть цены соответственно дешевый все за упаковку 10 штук 200 йен а вот то мороженое которое показывал в дон кихоте она там стоил стоян здесь она 84 стоит пожалуйста средней разницы сразу на лица кофе стричка если кто любит кофе пить пожалуйста кофе любое там не знаю ну низ кафе я не особо люблю и бы лучше взял какой там он gold какой-нибудь грандос там gold неплохой кофе или же ну юсос юсос тоже так себя вот или чай вот вот такой вот например вот беленький тоже неплохой даже link также для кофе есть вот такой вот крем крем как это сливки сухие тоже очень выгодно полкило за 200 иен 230 берете все зеленый чай но здесь небольшой выбор но все равно любители зеленого чая вот разного рода то есть листья есть такие обычные в пакетиках то есть пожалуйста можете выбрать любой тут также салфетки всякие посуды одноразовость там для тех кто в поход собирается еще куда-то также вот здесь продаются эти губки но я тоже беру то что чуть дешево 973 иены с дешевле чем в стоянике соответственно чтобы не взять то также полотенце вот такие вот рекомендую с у вас например так приехали нет еще ничего своего там никаких плате из ничего а вот 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 такие вот 10 штук 800 иен пожалуйста есть одно штук за 8 стен выходит и такие на найти на каждый день так чтобы там руки вытереть чем-то еще приготовить если вы например ли не ну как бы вот вы приехали вы не знаете еще как готовить или у вас там нету особых денег средствам вы там например у вас только кипяток там есть то вот пожалуйста одноразовые как одноразовые но эти как такие супы так скажем рамены всякие там и карри и так далее также вот якис оба вот там стоит пожалуйста можно взять вот здесь вот купить например штук 6 себе там на неделю вполне хватит вода здесь всякая там пола вот пожалуй 90 иен фанта там 150 это каш фанта дорогая штука поэтому стоит яйцо 10 штук 160 йен очень даже дешево в принципе в токио дешевле вы вряд ли найдете ну может быть где-нибудь там жилку и деревне какой-нибудь там они гирки здесь по 50 йен без плохой импульс нет цены да а вот вот цена 56 йен с пожалуйста если вы все-таки хотите готовить и у вас там есть плита и сковородка и все дела пожалуйста вот такие вот котлеты полуфабрикаты замороженные мясные там с курицей свинины с говядиной разные цены в принципе вот увидите здесь за 600 грамм вот эти 60 по 10 штук 10 штук по 60 грамм 400 грамм 150 грамм вот большие такие 6 штук то есть стоит очень даже дешево пусть 200 300 йена на неделю вам в принципе там картошки или к салату по их саду спагетти каких-нибудь там вполне хватит или рыба вот тоже до любителей тех кто любит рыбу там вот соответственно для сэндвича хлеб вполне нормальный 8 кусочный вот лучше брать вот вот 8 до сэндвича самый то 8 кусков за 70 йен 72 разницы никакой нет что 6 кусков что 8 то есть по весу одинаково просто они разные по толщине но если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки с остались какие-то вопросы задавайте в комментариях с вами был дэн до скорых встреч